Всем привет! Товарищеский матч между Минаем и Кремень-Кременчук. Общие параметры на ваших экранах. И мы начинаем. Все тоже за стадион Минай-РМ. Минай играет второй матч. Первый матч они сегодня провели против Польской Легии и победили со счетом 1-0. На 81-ой минуте забивал Дмитрий Чиринский. Готовится команды выходить на поле. На ваших экранах Михаил Кополовец. Капитан команды Минаем. Скажем так, несменный капитан. Как видите, даже уже был отелей своего. Также в стартом составе, но только он сегодня на другой позиции. Сегодня он играет со связки с Артемом Ильевским. А вот Игорь Ходобяк играет с центрального нападающего. Главный тренер Миная Назарий Катрий. Кремень Кременчук поздравляет Алексея Годи. Ну что ж, начал сам матч. Игорь Ходобяк дает судья статус и сток. В принципе, опять же, тактика с изменениями в Минае, но я не думал, что Катрий поставит Кудобяка нападающим. У него, в принципе, конечно, атакующая позиция, но я не знаю, выкинет он и сам в центральной части. Если вы смотрите, Ваген проходит вперед, и первый удар. Да, проходил, он сместился от центра, но удар такой медленный, скажем так, бильярдный. И мяч мимо идет. Андрей и Алиник выносят мяч на поле. Уже четвертая минута матча, а первый удар уже был в Минае, я думаю, Минае сегодня шансы огромные победить. Тем более, если команда победила лидера чемпионата Польши, то хорошо сыграл Коповарец под катом. Черныш против Коповарца, вот подача бычков и мог уже открывать счет. Да, опасненько было, я вам скажу. Смотрим еще раз пас и удар по воротам, но Минае. Да, что-то защита Плуперенок и допилка как-то не справляется уже в начале матча. Фалит Бавателли, сразу пас на Баранника. Отдает Баранник на Артема Козлова, Козлова проходит по флану сейчас. Ну что-то я не знаю, как-то разобрались. А вот смотрите, снова Коповарец. Ну это видно, что это лидер команды. Не зря его тренер поставил капитаном. Я думаю, он будет и звездой третьего сезона. Ну, по крайней мере, я так думаю. Это уже второй матч, кстати, Михайло проводит в составе Минае. Кожанов. Проходит по флану подача. И Оленник на месте. Выходит, он сразу и забирает мяч, не успел Снежко подключиться. Много трансфера, кстати, было за этот день. Но это будет, скажем так, я сообщу попозже в новостях группы. Блоктионов мог пробивать, но блокирует его здесь. Маэмбе. Ответ на допилку. Допилка на Вопыренка. Вопыренок неудачно выносит. Ну, это как-то он послабее, например, чем тот же Чегринский, который вывел Минай в прошлом матче. Ну, Вопыренок тоже пока еще... Может, привыкает, кстати. Может, не подходит ли эта связка. Вопыренок готовится подавать, но Маэмбе ставит новый мяч и уходит на аут. Подача. Ох, опасно. Сейчас может Дуктену пробивать и снова Миша. Наверное, он точно сходил сегодня в церкви. Да, играет просто, но видно. Ну, пока лучше игру он показывает в этом матче. С Ковалевка хотел про него поговорить. Они сегодня очень сильно усилились. Также купили двух игроков с СК Днепр. Которого возглавляет Александр Миланчук. А вот Мина, я думаю, уже, скорее всего, завершить трансферы. Тем более... Еще пока не видно от них, с кем они все-таки попрощаются перед началом сезона. Также сегодня будет информация, когда уже закроется трансферное окно. Потому что, я думаю, уже надо начинать потихоньку чемпионат. Ну, кто-то уже не успел провести матч. Извините, все-таки выходные даже. И... Можно было... Вот Мина и два матча за день провели. Ох, удар! Какой это гол! Да... Удисо Даниленко открывает счет. И Кремень выходит вперед. Посмотрим в повторе, вот аут был, разыграли в центре, потом подача, даже защитники дали принять, а вот посмотрите, как видите профукали, да профукали этот момент, интересно кто там был в этом моменте, да это Локтионов пропустил и дал забить Вову, 1-0, да, хромает защиту в мануэль на этот раз, честно я не думал что так центральная защита будет проваливаться тем более, а вот нападающие что-то слабенько играет, я не знаю почему бы в отеле ставить было в атакующем, честно говоря лучше было уже или Милевского подтянуть вперед или так бы оставить, не знаю, я не вижу чтобы Кожанов, потому что так часто бегал, также и Снежков, у нас похоже офсайд судья фиксирует, да был офсайд Козлов, выбежал вперед, и то мяч обратно вернул, но все равно судья засчитал как офсайд, Канебозгин у нас мяч, пас Милевский, с Худобяком разыграли тут комбинацию, вот смотрите как Худобяк отлично играет, паса, но Худобяк забьет, удар, может, нет и тянет вратарь, 37-ая минута матча, что-то пока неизменный, вот смотрите ножи, нет слабенько пока, но не дотягивают нападающие, видно, что это не их, но Худобяк хорошо играет, вот Худобяка если бы поставить атакующим, то он бы мог даже тоже неплохо вытягивать, но это уже тренер решать кто как, для него это, скажем так, ему надо будет тщательно смотреть состав свой, также в Минай очень много игроков, поэтому, я думаю, скорее всего так, как я уже говорил, кадровые чистки точно будут, Данииленко отдает пасного Птёнова, Левенхол, ух, сбивает его Снежко, и тут опять КПВС, но не дает он просто по своему флангу пройти, я не видел, мы, по-моему, только один раз через его фланг прошли, подали, а так, в основном, он на своей позиции играет отлично, Данииленко судя плюс одну минуту, у нас Оголой, Баранник, подачу, выносит допилка, но тут подхватывает, но подача и удар, не, ну это такое, что-то непонятно шо, и что же, у нас свисток, идем на перерыв. Что же, возвращаемся ко второму тайму, счет 0-1, Кремень идет вперед, а вот вместо Снежко выходит Василь Пиняшко, кстати, прошлом матче он тоже не особо хорошо отыграл, я думаю, Тионер ему дает второй шанс, ну, в принципе, посмотрим, что, может он на этот раз покажет, уже он на фланге лучше играет, потому что, как видите, он не справлялся за первый тайм, поэтому, я думаю, замена, ну, по сути, скажем так, она необходима была. Тем более, у нас, условия ему было 5 замен в матче, поэтому еще 4 игрока могут выйти и у 7 командов, кто это будет, пока это уже неизвестно. Ошибается, тут защитник попал бы в отеле, но мяч отскочевка в отеле, спокойно он забирает мяч и вводит спокойно в игру, переводит на Смирнова. Вот, не знаю, что, может еще, может еще раскочегариться, но и все-таки забили голый, кстати, такой, ну, я думаю, игроки, особенно защитники в Том-Шоке, или не знаю, как там тренер будет, но за такой гол, я думаю, он не поощрит защитников, тем более, сейчас тренировочные сборы, а каждая игра, я думаю, как проверка игроков, для каждого должна быть бусс золота. В отеле с мячом пока дает нам Майэмбе, проходит он по фангу, и у нас, похоже, фол здесь. Еще одна замена, вместо хода бека выходит Артур Карнонзо. Интересно, перейдет бы в отеле вперед или нет, или Карнонзо все-таки будет играть на его позиции. Карнонзо, кстати, тоже сильный игрок в физическом фанге, и в скиллах он имеет некоторые позиции, насколько я помню, 75 у него на левом фанге. Так что, может, он меня тоже усилит, он, по-моему, даже скоростной футболист. Пополовец, принимал мяч и сразу ввел на болотелье, а у нас фол опять же, много фолят, кроме чужанин. Но не получается пока в Минаве, хотя бы какую-то комбинацию сделать, даже до ворот, по нему надо дойти. Вот видите, опять же, ошибка была опорного полузащитника Минаве. Козова дает нам Мурашова, Мурашов походит вперед и может подавать подача, и топилка снова выносит. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть топилка реабилитировался, скажем так, уже лучше играть чем в первом тайме, по крайне в защитном плане. Болотели на Милевского. Ну же, Милевский может дать базу, вот смотрите, наконец-то прошли уже дальше Минай. Болотели, ну же, Марио, что ты сделаешь? Подача, ну, на Милевского. Ну, у нас угловой, слабенько как-то. Ну, в принципе, Милевский был на неудобной позиции. Ух, удары Коржанова не забивает. Слишком ушел с матча, поэтому, вместо него Милевский подавал. Ну, я думаю, Милевский лучше для угловых. Ну, лучше всего у фланговых игроков, это их не, скажем так, дудачи подавать. А вот Ваген может сейчас желтую карточку слопотать. Да, заработал желтую карточку. Да, Никудыш, наверное, на этот раз он как-то играет. Фалит у него, но даже ошибки тоже у него мало. И по флангу у нас 2-2. Семьдесятая минута матча. Выходит из зоны, Коржанов с мячом, набирает скорость. Ну, вот это вот зря он. Нет, в принципе, неплохо проходит все-таки Балателли. Не знает, кому паз отдать, что-то тянет мяч. А вот, смотрите, передача на Укажанова, Укажанова подача. Ну, Жмелевский хороший паз отдавал. Ух, какая тут паника штрафноут. Кремния. Еще одна замена сейчас будет. Качок выходит вместо Вагена. Вот это вот уже интересненько. А вот. Вот, 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 вот. Уже потихоньку потихоньку. Мэнэй старается уже, скажем так, уже проходит вперед. Активно проходит по праву флангу, обводит Копаловца. Это уже второе, скажем так, когда через него проходит. Но все равно, я считаю, что Миша сегодня лучше всех играет. Киевская Динамо также сегодня включились в трансферный рынок, но они только отдали Тимчика в аренду. С условием, что половина контракта будет выплачивать Полос, а половину сами киевляне. Арендное соглашение на сезон. Ну, это хороший шанс для Тимчика, кстати, вырасти за этот сезон. Повысить свои навыки. Но это в том случае, если он будет действительно наиграть. А если он покажет хорошие результаты. А вот смотрите, у Локтионов снова пробивало. Ну, слабенько. 5-5 по ударам. Уже более-менее равный играл команды. Как вы наблюдаете. Так вот, Тимчик может хорошо вырасти. И вернуться уже таким хорошим игроком. Еще одна замена у нас. Дмитрий Чегринский выходит вместо Шеми Маэмбо. Может, кстати, тоже усилить. Если какой-то уголой, то Чегринский может опять выбежать и забить голу. Это такая фишка, наверное, у Минаэя. Ну, не знаю. Это еще посмотрим, только один гол он забил. Перед началом чемпионата это уже будет введено в статистику. Уже будет видно, кто сколько сыграл и кто сколько забил. Плюс 1 минуту добавляет Судья. Ну, скорее всего, что Минаэй сегодня сыграет на поражении. И еще одна замена у нас. Антон Шиндер меняет Марио Бавателли. Это уже дает тренер поиграть просто пару минут. Это, наверное, даже и последняя атака, скорее всего, будет. Нет, не удается. Вот Шиндер отдает на Кожанова. Кожанова проходит вперед. Но он тут один. Ему нужна помощь. Отдает на Воперенку. Воперенок снова на Кожанова. Кожанова в Милевскую. Милевский. На Карнозу. У Карноза тот же он загнал. Я не знаю, зачем такой пас давать. И что же стоит финальный свисток. У нас 0-1. Минаэй терпит поражение. Минимальный, конечно, но потерпели. Думаю, тренеру будет опять ничем поразмыслить. Ну, во втором тайме уже более-менее равная игра была. Правда, вот, вводение мячом у Кремниев было большое. Ну, отметим то, что перехватов было у Минаэй больше. Скажем так, больше защитно играла команда. Ну что ж. Перейдем к рейтинам игроков. Даниленко автор гола. Герой матча. Лучая оценка. У Минаэй почему-то лучше сыграл Маэнгу. Ну, я бы предпочел признать лучшего игрока Капововца. Но его было больше всего видно. И он, скажем так, играл лучше всех сегодня. Как и в защитном плане. Ну, и в атаку еще немного подключался. Но этого мало. Ну, вот видите, в принципе, Криняшка, у которых качут, у них низкие оценки. Потому что только они сыграли. Всего-навсего ничего. А вот Вагин и Снежков как-то сыграли. Это было видно. Снежков поменяли. И Вагина тоже поменяли. Можно было лучше сыграть. Забитые голы. 30-е минуты Даниленко, повторяю. Нарушения были только у Игра Вагина. 71-е минуты. Бит замены. Криняшка выходил вместо Снежков. Вместо Хода Викро Корноза вышел. Вместо Вагина от Качук. Вместо Маэмбы Дмитрий Чеглинский. Вместо Балателли вышел Шейндер. Кремень замену не делали. Ну, как видите, во втором тайме лучше сыграли. Потому что сильнее игроки вышли. Но я думаю, не стоит догорчаться. Назари. Я думаю, у него еще все получится. Тем более, если он подберет точный состав, который ему надо, то все будет хорошо. На этом все. Прощаюсь с вами. Всем пока. До новых встреч. И смотрите Ходболк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok